Люди, которые чтут своего Бога, говорится о личных отношениях с Богом, люди, которые будут знать своего Бога, они усилятся, они соединятся и будут действовать. Территория Царства Присутствие Божие, где я верю, будет атмосфера чудес. Поклоняясь, молясь Богу, ища Его лицо, я верю, Дух Святой будет просвещать нас и служить каждому из нас. Каждый день мы будем служить людям, делиться мощным откровением и пониманием и разумением о Царстве Божьем. Иисус молился и говорил, да придет, Царствие Твое, мы должны понимать замысл Божий от начала. Однажды фарисеи пришли к Иисусу и говорят, можно разводиться с женой, позволил нам Моисей в законе. Иисус говорит, он по жестокосердию вашему разрешил, но вначале, вначале так не было. Поэтому я верю, что мы должны нашу жизнь смотреть не от образа учения той или иной конфессии, динаминации, но от учения Царства Божьего, от замысла Божьего. Да придет Царствие Твое и да будет воля Твоя здесь на земле, как и на небесах. В воле Божьей мы сможем увидеть роль и функцию каждого из нас, наше предназначение. Поэтому, друзья мои, я верю, самое страшное для христианина – это прожить свою жизнь зря. Это прожить ее для себя. Никогда не узнал Божьего предназначения и замысла для своей жизни. По-настоящему человек живет, это не тогда, когда он просто сконцентрирован на себе, проживая отрезок времени. Жизнь в предназначении Божьем. Друзья, я приглашаю всех вас присоединиться к этой школе и не пропустить эту возможность. Потому что это на самом деле может навсегда изменить твою жизнь. С 9 по 14 января 2016 года я каждого из вас жду в городе Эшвери, Норф-Каролайна. Информацию вы сможете увидеть, которая выцвечена сейчас на экране. Регистрируйтесь. И я искренне верю, что мы сможем вместе увидеть великое и недоступное. Иисус сказал, возьмите талант и отдайте, который принес 10 талантов. Отдайте тому, кто имеет. Почему? Потому что он продуктивен. Он продуктивен. Он приносит плод. Он приносит плод для царства моего. Имеет, потому что приносит. Имеет, потому что продуктивный. Имеет, потому что служит. Имеет, потому что делает то, что я хочу. Я благословляю еще. И он говорит Аврааму, благословляющих тебя я благословлю. Авраам, ты почва. И кто будет сеять в тебя? Авраам, ты так богатый. Ты конкретно богатый человек. Зачем тебе? Он говорит, когда вы будете сеять тому, кто продуктивен, вы будете иметь благословение. Иисус говорит, кто имеет, тому дано будет еще, а имеет, потому что продуктивен, потому что приносит плоды, потому что постоянно приносит плоды, постоянно приносит плоды и приумножится. А кто не имеет, то есть кто не продуктивен, у того отнимется то, что имеет. И он говорит, потому говорю им причинами, что они видя не видят и слыша не слышат. и не разумеют, избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете. Слово не уразумеете, я сделаю на нем сейчас небольшое ударение, потому очень внимательно смотрите. Глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. И дальше Иисус говорит ученикам, ваши же блаженные очи, что видят и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки, теперь внимательно, многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, то есть видеть этот день, когда я стою, другими словами Иисус говорит, многие пророки, многие праведники, они говорили обо мне, это я сейчас своими словами объясняю, Иисус говорит, они хотели видеть этот день, потому что начинается новая эра с моим приходом на эту землю. Я что-то возвращаю, о чем пророчествовали, о чем говорили праведники. И он говорит, праведники мечтали увидеть, пророки мечтали увидеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. О чем слышали, о чем проповедовал Иисус, что слышат ученики. Они хотели услышать, они не слышали этого. Они хотели услышать о Царстве Божьем. Божьем, друзья мои, и следите, о чем учил Иисус все четыре Евангелия. Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Мы часто проповедуем из посланий апостола Павла, Петра и Якова, которые они описывали, и они объясняли очень многие детальные вещи, даже что касаясь функции церкви и много других вопросов, которые волнуют, и Дух Святой преломливал им. И они объясняли многие истины, очень важные, послания очень нужные. Они играют колоссальную роль в Евангелии. Но послушайте, Евангелие, когда мы говорим, мы говорим о четырех книгах Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Четыре Евангелия Иисуса Христа. Иисус учит, представьте, сам Бог пришел на эту землю, не послание, сам Бог пришел на эту землю, и Он учит, учит о царстве, учит о тайном, учит о небесах, учит о том, что воли у Отца, что же за концепция у Бога, что же за идея была у Бога, с чем пришел Иисус на эту землю, с чем Он опустился на эту землю. Все четыре Евангелия, только в Матфея 47 раз Он говорит о царстве Божьем, о царстве небесном, о принципах, о концепции, о законах, о приоритетах царства Божьего. Иисус все четыре Евангелия проповедует о царстве Божьем, учит о царстве Божьем, Он объясняет царство Божье, приводит присты о царстве Божьем, говорит ценности царства Божьего, законы царства Божьего. И Иисус говорит, то есть абсолютно всю свою жизнь на земле Он проповедует о Царстве Божьем, о Царстве Небесном, о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. И Он говорит, что пророки хотели услышать, что вы слышите, что не слышали. Иисус пришел, и в Матфея 4,17 написано, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Покайтесь, Иоанн Креститель, как голос, который был послан приготовить, приготовить путь к новой эре. Идет Царь на эту землю. Если вы будете изучать концепцию Царства, всегда, где появлялся Царь, был глашатой. Был голос, который шел впереди, говорил, Царь идет, Царь идет, приготовьте, Царь идет, приготовьте, Царь идет. Так вот, Иоанн Креститель был послан приготовить путь к первому пришествию Иисуса Христа. И послание Иоанна Крестителя, оно было о Царстве Небесном, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, к нему начали приходить люди, воины, другие люди, что нам делать? И он начинал им объяснять, что и сделать. И, кстати, он начинал им объяснять в концепции Царства, не в концепции церковных стен, понимаете, как мы сейчас мыслим, мы сейчас мыслим все на уровне церковных стен, мы все Царство Небесное хотим свести на уровень церковных стен, и нету мест для людей, нету служений для людей, нету дел для людей, у нас только 10-15 мест свободных, которых человек может найти себя в церковных стенах, и мы называем это служение Бога. Богу, нет, это не служение Богу только, там есть служение Богу, но служение Богу, когда мы говорим, мы коснемся концепции Царства, а это образа жизни, не хобби церковные, и не просто я вот здесь живу, вот этим занимаюсь, а здесь чуть-чуть там что-то делают для Господа с микрофоном там или с гитарой, это совершенно не концепция Царства. Потому что Иоанн Креститель, он был послан, и он приготовил путь к Царю, к Царю, который опускается с неба, оставив всю слабу, чтобы возвратить человеку то, что он потерял. Вот почему, когда ангелы стали петь, когда Иисус родился, они начали радоваться, была радость, огромная радость, что такое радость, это элемент Царства Божьего. Они говорили, что ныне в человеках благоволение, то есть Бог настолько изливает свою любовь к человеку, Бог настолько возвращает все, что было потеряно, вот первым Адама мы коснемся, было потеряно в человечестве, Иисус идет как царь на эту землю. Иисус, придя и свою проповедь публичную, в самом начале он начинает со слов «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Слово «покайтесь» обозначает «измените свой образ мышления», измените свой образ мыслей. Так как вы мыслите сейчас, вы не сможете вместить, вы не уразумеете, потому что здесь идет речь, они не уразумели, не смогли уразуметь. Если вы не будете обновлять свое мышление, вы не уразумеете. Здесь становятся ясным для нас слова апостола Павла, который говорит в Римлянам, в 12 главе, 1-й стих, и во 2-м стихе он говорит, «Не сообразуйтесь с этим веком, но преобразуйтесь обновлением ума». Если вы хотите познавать волю Божью, слушайте, если вы хотите познавать волю Божью, замысл Божий, концепцию Бога, Божье предназначение, вам необходимо мыслить по-другому, не мыслить, как мыслит мир, но мыслить по-другому. Только тогда вы сможете в английском «taste», укусить, вкусить, попробовать, узнать, познать, что есть воля Божья. Поэтому он говорит, что они мечтали услышать то, что вы сейчас слышите. Что вы слышите? О Царстве Божьем. Иисус проповедует и учит о Царстве Божьем. Кстати, здесь такая тонкая грань, которую, если Бог позволит, я на школе буду. Я это специально начал учить, чтобы заинтриговать вас, мыслить, перечитать Евангелие, чтобы вы попали на школу, где мы будем детально изучать это. Иисус даже нигде не говорит о том, чтобы мы могли, чтобы мы искали Его лицо. Он говорит, прежде всего, ищите Царство Божье. Царство Божье. Оно понятно, что Царство Божье, оно вытекает от Царя, и нам, мы по-любому будем познавать Царя, чтобы понимать Царство. Но я сейчас говорю о том, что здесь есть некая мысль, на которую я хочу оттолкнуться. Почему Иисус говорил о том, чтобы прежде искали Царство Божье? Потому что Он пришел с этим посланием на эту землю. Мы сейчас сделаем паузу, я дочитаю здесь одну строку еще, и мы сделаем паузу. Он говорит, вы же выслушайте значение притчки о сеятеле. Пророки мечтали слышать то, что вы слышите, и видеть то, что вы видите. А сейчас я вам объясню значение, о чем я здесь буду сейчас говорить. Друзья, вы сейчас увидите ролик о школе и обратно. Кто, если только подсоединился, там есть ссылки для регистрации. Мы короткую паузу сделаем, и мы возвратимся к этому учению. Оставайтесь с нами. С 9 по 14 января в городе Эшер, штат Северная Каролина, пройдет школа под названием «Территория Царства». Проект «Территория Царства» – это не просто занятие и семинары, которые актуальны для нашего времени. «Территория Царства» – это утверждение в богопознании и практическое служение людям. «Территория Царства» – это возможность пребывания в молитве и атмосфере Божьего присутствия, изучая Его Слово, забыв о каждодневной суете. И самое главное – «Территория Царства» – это прекрасная возможность изменить жизнь и начать реально двигаться к цели, которую определил для вас Господь. Позвольте Духу Святому учить и снарядить вас для полноценной жизни, распространяя вокруг себя территорию Божьего Царства. С 9 по 14 января в штате Северная Каролина более подробная информация о школе, свидетельство и предварительная регистрация на сайте ffmschool.com 6 дней для того, чтобы определиться или сделать первые шаги в призвании, определенном для вас Богом. Друзья, я вновь рад поприветствовать вас и если вы только-только сейчас подключились, обязательно просмотрите после эфира первую часть, о чем я начал учить. Очень важные мысли, очень жизненно нужны нам и они смогут во многом исцелить, исцелить наше богословие, исцелить наше мышление и понимание. Я остановился на том, что ученики, они попросили объяснить причству Иисус, вернее они обратились к нему и сказали, почему ты причстами объясняешь осеятели или говоришь причству осеятели. Он начал объяснять, Иисус начал ясно объяснять эту причту. Вот, те, кто были вот в первой части, вы сейчас понимаете, о чем я говорю. И он говорит, я продолжаю, он говорит, вы же выслушайте значение причты осеятели. Смотрите, объясняет Иисус значение. Ко всякому слушающему слово, не просто слово об исцелении, не просто слово об освобождении, не просто проповедь процветания, там, я не знаю, Евангелия, ободрения. Мы сегодня проповедуем о чем угодно. Я задаю людям, которые закончили библейские школы, колледжи, скажите мне, сколько у вас уроков было о учении Царства Божьего? Вот задайте себе вопрос. Нам нужно возвратиться и пересмотреть наше богословие. Вы посмотрите, чем учит Иисус. Мы сегодня учим о чем угодно. Мы выбираем, мы берем это из контекста Царства Божьего, но мы не учим о Царстве Божьем, о чем учил сам Иисус. Все четыре Евангелия. Это очень серьезно. Потому Иисус говорит, когда люди слышат не просто слово ободрения, не просто мою проповедь, но когда люди слушают, ко всякому слушающему слово именно о Царстве, посмотрите, 13 главу Матфея, слушающим слово о Царстве, есть невероятная реакция в духовном мире, когда мы возвращаемся в концепцию Царства, в замысел Бога, мы тревожим весь духовный мир. Потому что в этом мире существует два Царства. Когда Бог творил, мы это дальше будем изучать, Он сотворил одну землю и одно, одно небо, одну землю и один мир. Есть разница между землей и миром. Земля обозначает еврейским словом Тиера, физическая планета, и мир, еврейским словом Космос, древнееврейским, что обозначает система управления и правительская система. То есть после третьей главы Бытия мы имеем одну землю и два мира. Два мира. Сегодня Царство Света и Царство Тьмы. Слово свет обозначает знание. Знание. То есть есть свет, сходящий с небес, который просвещает всякого человека. Это понимание, это знание. Почему Библия говорит, мой народ не страдает от греха. Не написано, что Божий народ страдает от греха. Народ Божий страдает от недостатка знания, от недостатка ведения, просвещения от Бога. О чем молится апостол Павел в первой главе Ефесина. Чтобы Бог просветил глаза сердца нашего, и мы увидели славное наследие для святых, и как безмерно величие его внутри нас. Поэтому, когда мы говорим, слушайте, когда мы начинаем говорить о царстве, мы начинаем трогать духовное царство тьмы. Потому что борьба идет за царствие. Иисус говорит, если ты поклонишься, дьявол говорит Иисусу, когда искушаю, если ты поклонишься мне, я это все тебе отдам. Это мое царство, это вся моя слава. Если ты мне поклонишься, я тебе отдам все. Потому что там борьба ишла за царство. Иисус говорит, когда люди слушают и слышат о царстве, приходит сам лукавый. Небесы. Сам лукавый. Я смотрел, изучал это место. Приходит сам дьявол. Когда мы начинаем трогать Евангелие царство, мы начинаем тревожить весь духовный мир. Царство тьмы. Поэтому приходит, написано, сам лукавый, и похищает посеянное. Вот это означает посеянное при дороге. Первое, мы начинаем, первое, о чем проповедуют, мы начинаем проповедовать Евангелие царства. И люди даже сегодня не понимают, о чем идет речь. Даже многие вещи, которые я буду здесь вам говорить и раскрывать, и в программах с моей женой, они будут, у вас мозги начнут дыметь. Вы увидите, насколько трудно воспринять нашим мышлением, потому что, чтобы воспринять Евангелие царства, нам необходимо обновление ума, чтобы мы могли принять, потому что мы противимся, мы не разумеем, мы не понимаем. Наш образ мышления сформирован образом этого мира, системой, приоритетами земными, ценностями земными. Что когда мы начинаем говорить или проповедовать Евангелие царства, оно настолько глубокое, интересное, оно настолько оживляет нас, исцеляет нас, дает понимание нашей роли в Царстве Божьем, нашего предназначения, бытия, смысла нашего бытия, и смысла бытия всей земли. Мы начинаем видеть широко, для того, чтобы широко, для того, чтобы понять все остальные функции, и понять роль Духа Святого, и миссию Иисуса, и нашу миссию на этой земле, и функцию церкви, и миссию церкви, и вообще, что такое церковь, потому что мы смотрим на церковь сегодня через призму нашего учения. И так как мы видим сегодня церковь, чтобы означать экклезия, где единственный раз Иисус упоминает это в Евангелии, и приводит, просто дает понимание, и мы позже будем об этом говорить, мы сегодня видим по-своему экклезию, и так как видит ее Иисус, и так как видим мы ее, она зачастую не соответствует, поэтому, чтобы нам понимать концепцию царства, нам необходимо изменение нашего образа мышления, обновитесь духом ума, обновитесь духом ума, чтобы нам не быть отчужденными от жизни Божьей, 4 главе Ефесянам, апостол Павел тоже говорит, что нужно обновиться духом ума, обновиться духом ума, поэтому он говорит, что когда мы начинаем говорить, Иисус объясняет приступ, и говорит, когда мы начинаем говорить о царстве Божьем, о царстве люди не разумеют люди не разумеют и там где неведение день разумения то почва для дьявола о боже мой услышьте о том чего о чем я сейчас говорю везде где мы не разумеем то есть незнание наши незнания позволяют лукавому дает территорию лукавому отобрать у нас то есть не имеющий он еще больше будет не иметь вот а имеющему еще больше дастся вот вам дана знать тайны царства божья им не дано в имеющим еще прибавится вот почему они ожесточили свое сердце они не захотели принять вот его и он говорит что когда мы возвращаемся к евангелии царства когда мы начинаем говорить слушающим слова о царстве они не разумеют и когда не разумеют потому эта почва для дьявола он приходит и забирает и ворует у них чтобы они это не могли никогда понять потому что если начнут понимать если мы начнем понимать наше все понимание христианстве изменится наш образ жизни изменится мы станем угрозой для царства тьмы мы станем целой угрозой для царства тьмы боже мой просвети нас дай нам это понять я заметил я последнее время больше и больше говорю о царстве божьем больше и больше начинаю проповедовать мне бог побудил он не сказал себя начал об этом учить особенно в славянском славянской среде среди русского русского народа послушайте я заметил как только я начал учить о царстве божьем как только начал я я сам живу этим принципам и это я очень мало еще понимаю я молюсь чтобы бог не дал давал глубочайшее понимание и разумение чтобы это стало полностью образом моего жить моей жизни вот но я заметил каждый раз когда я начинаю говорить о царство божье сколько мне людей я вот даже вот вернулся сейчас с конференции люди говорят мы не понимаем мы не можем даже вместить это это не вмещается в наш разум и с моей а с моей стороны я вижу сколько приходит есть такое слово английская destruction столько вещей которые пытаются отвлечь меня чтобы я не учил об этом чтобы я не проповедовал об этом сколько дьяволу сильно не нравится как я увидел боже мой молитесь за меня я прошу вас те кто смотрит меня молитесь за меня я умоляю вас потому что столько вещей которые происходят лично моей жизни вы даже не представляете как дьяволу не нравится как он как он как он борется против того чтобы я проповедовал об этом, чтобы я учил об этом даже вчера, мы взлетаем самолет взлетаем на самолете, представьте вот мы долетели до Миннесоты более нормально в Миннесоте садимся на самолет и уже взлетаем на самолете я лечу, спешу домой, мне надо сегодня учить о царстве, я учил на конференции тоже немножечко о царстве я спешу домой, сегодня прямой эфир, мне нужно учить и представьте, мы взлетаем вот в Миннесоте и у нас полностью тормоза лопают, там с колесом что-то вообще не в порядке, и самолет начало трясти, дым пошел, он хорошо, что он не взлетел, потому что если бы он взлетел в таком состоянии, я бы сегодня здесь не был, мы бы не приземлились точно, потому что начался крик в самолете, остановили самолет, начали пересматривать, и пилот говорит, я за 27 лет ни разу такого не встречал, за 27 лет, опять же, я здесь не пытаюсь выделить себя, но глубоко внутри, я там никому не говорил, и даже своей жене там не сказал, вот, но я сидел внутри, я понимал, это не просто так, это не просто так. С 9 по 14 января 2016 года в городе Эшвелл, Норф Каролайна, пройдет снова школа под названием Территория Царства. Это не простая школа, это не просто повышение библейских квалификаций, это будет удивительное время, где мы сможем отсоединиться и отключиться от всех забот и суеты и окунуться на целую неделю в присутствие Божье, где, я верю, будет атмосфера чудес. Поклоняясь, молясь Богу, ища Его лицо, я верю, Дух Святой будет просвещать нас и служить каждому из нас. Каждый день мы будем служить людям, делиться мощным откровением и пониманием и разумением о Царстве Божьем. Иисус молился и говорил, да придет, Царствие Твое, мы должны понимать замысл Божий от начала. Однажды фарисеи пришли к Иисусу и говорят, можно разводиться с женой? Позволил нам Моисей в законе. Иисус говорит, он по жестокосердию вашему разрешил, но в начале, в начале так не было. Поэтому я верю, что мы должны нашу жизнь смотреть не от образа учения той или иной конфессии, динаминации, но от учения Царства Божьего, от замысла Божьего. Да придет Царствие Твое и да будет воля Твоя здесь на земле, как и на небесах. В воле Божьей мы сможем увидеть роль и функцию каждого из нас. Наше предназначение. Поэтому, друзья мои, я верю, самое страшное для христианина, это прожить свою жизнь зря. Это прожить ее для себя. Никогда не узнал Божьего предназначения и замысла для своей жизни. По-настоящему человек живет. Это не тогда, когда он просто сконцентрировал на себе, проживая отрезок времени. Жизнь в предназначении Божьем. Друзья, я приглашаю всех вас присоединиться к этой школе и не пропустить эту возможность, потому что это на самом деле может навсегда изменить твою жизнь. С 9 по 14 января 2016 года. Я каждого из вас жду в городе Эшвере, Норф-Каролайна. Информацию вы сможете увидеть, которая выцвечена сейчас на экране. Регистрируйтесь. И я искренне верю, что мы сможем вместе увидеть великое и недостойное. Мы верим, что вы получили благословение от нашей передачи. Более подробную информацию о ресурсах и о том, как вы можете поддержать это служение, вы можете получить, посетив наш сайт www.ffministry.com. Мы молимся о вас, чтобы Божья благодать умножалась в вашей жизни, чтобы Божье благоволение сопровождало все ваши пути, и Его мир царствовал в вашем сердце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова